Владимир Владимирович, просто он решает вообще все проблемы, и в том числе международные, поэтому вот он сегодня встречался виртуально с представителями разных конфессий и разрубил еще один Гордеев узел. Проблема мировой напряженности между разными конфессиями решается следующим образом. — Призывать на площадке ООН другие страны к принятию законодательства, которое защищало бы чувство верующих, а также пообещал Владимир Владимирович поручить Министерству иностранных дел проработку этого вопроса. И все, и никаких проблем. — Ну вот это, я могу сказать, очень типичная, дилетантская, довольно глупая ошибка, потому что именно за счет того, что создана искусственным образом в сегодняшней реальности некая категория людей, располагающих гораздо большими правами по непонятным причинам, чем все остальные, именно поэтому как раз терроры чувствуют себя так уютно. И при том вот все цитаты, которые он приводил, это тоже такое типичное дилетантское привидение, ведь он говорит о том, что религии учат какому-то добру и приводят цитаты тот, кто там душу положил за други своя, там возлюби ближнего. Совершенно верно. Это все действительно есть в религиях, но под ближними и под другами предполагаются только участники конкретного религиозного объединения, конкретной секты, конкретной конфессии, абсолютные единомышленники. А все остальные по принципу исключения это чужие люди, жизнью которых можно и должно пренебрегать согласно всем этим, скажем так, доктринам. Как вам кажется, серьезно, многие ли страны хотели бы принять закон о защите чувств верующих? Все европейские страны уже отказались. В каких-то законодательствах это есть, но как, скажем так, юридическая окаменелость, которая никогда не будет воскрешена. А в развивающихся, в диких странах или странах, которые не имеют претензии на развитие, конечно, такие законы остаются и процветают, потому что мы видим и африканские, и арабские, и другие образования, в которых, да, действительно это работает. Но вся цивилизованная Европа от этого давным-давно отказалась и признала ненужность и вздорность этого закона.